Музыка Наверное, каждому из нас в детстве мама говорила, что ругаться нехорошо, а оскорблять людей и вовсе плохо. Собственно, о чем это я? Еще в середине XIX века в Российской империи приключилась одна история. Во времена царствования государя-императора Николая I, на которого так хочет быть похож Владимир Путин, и которого, по слухам, он избрал своей ролевой моделью, приключилась такая история. В одном из кабаков, не на шутку выпив, разбушевался солдат Агафон Сулейкин. Солдат бушевал так страшно и сильно, что кабачник попытался урезонить его, сославшись на то, что, дескать, веди себя прилично, солдат, смотри, у нас тут даже портрет государя-императора висит. Но солдат был неудержим, он плюнул на портрет и заявил, к тому же еще что, и плевать он хотел на государя-императора. Ну, дело это серьезное было в те времена, существовала статья за оскорбление величества, ну и дело дошло до государя-императора. Николай I, впрочем, наложил на это дело удивительную резолюцию. Звучала она следующим образом. Солдату Сулейкину передать, что я тоже на него плевал, а преследование солдата прекратить, впредь портретов моих в кабаках не развешивать. В последнее время отношения российской власти с российским народом комплементарным назвать точно нельзя. Ну и, естественно, власть стала нуждаться в том, чтобы хоть как-нибудь оградить себя от нелестных высказываний в собственный адрес. И участились в последнее время разговоры о том, что неплохо бы, дескать, усилить ответственность за оскорбление чиновников, вплоть до уголовной ответственности, а давайте будем давать годик, два или три. А один из особенно подобострастных депутатов Государственной Думы даже предложил ввести в Уголовный кодекс отдельную статью за оскорбление Владимира Путина. Ну, видимо, по аналогии с той имперской уголовной статьей под названием «Оскорбление Величества». Впрочем, из Кремля тактично пояснили услужливому депутату, что пока в этой услуге не нуждаются. А Владимир Путин – рядовой гражданин, защищенный уже существующей нормы закона, предусматривающей ответственность за оскорбление личности. Так что же такое на самом деле это самое пресловутое оскорбление? Как избежать обвинения в оскорблениях, особенно в публичном пространстве? Чем отличается оскорбление от клеветы? Вот об этом всем мы попросили нам рассказать нашего эксперта по праву, юриста Виталия Буркина. В российском уголовном законе, в Уголовном кодексе, установлена ныне уголовная ответственность за оскорбление только представителя власти. Раньше ответственность была за оскорбление обычного гражданина, простолюдина, но уже как 14 лет, если не ошибаюсь, исключено это декриминализированное оскорбление друг друга, обычных людей. И теперь установлена ответственность только за оскорбление представителя власти. Преступление это, слава богу, относится к категории небольшой тяжести, то есть за это лишение свободы не назначают, там только штраф или обязательные работы. Что включает в себя оскорбление и что подразумевает собой оскорбление вообще и представителя власти в частности. За оскорбление, кстати, друг друга, если физлицы друг друга оскорбляют, установлена административная ответственность. Ну то есть ответственность все-таки тоже есть. Это высказывание в отношении лица в неприличной форме, которая противоречит устоявшимся нормам морали и нравственности в нашей стране. Что относится к неприличной форме? Ну это сравнение с животными, кстати, с животными не со всеми, это вот, ну как правило, с мелкорогатым скотом. Ну естественно, если когда вы сравните кого-либо, ну представителя власти, там с лисой, волком или тигром, разумеется, по нашим традициям это не является неприличной формой. Сравнение, сравнение с половыми органами, гениталиями, мужскими и женскими, неприличная форма, сравнение с противозачаточными мужскими средствами является оскорблением. О незаконнорожденности человека, если назвать его женщину, особенно представителем древней профессии, также является оскорблением. То есть, ну в общем, я думаю, что все люди, которые владеют русским языком у нас государство, знают набор этих неприличных фраз и в общем знают, какие фразы являются приличными и где допустимая грань. Да, грань в общем-то определяется легко. Поэтому, если в комментариях или в постах охота покритиковать какого-то представителя власти, да и вообще любого человека, можно всегда найти синонимы, правильные формулировки, фразеологизмы, сравнение образа, которым не докопаешься, но они будут выглядеть ярче, да, чем нежели просто какое-то матершинное слово. Ну и необходимо оскорбление, оскорбление отличать от клеветы, потому что за клевету установлена уголовная ответственность любого человека, хоть чиновника, хоть не чиновника. Особенно более отягчающим является обстоятельством, квалифицирующим составом, квалифицированным составом клевета в публичном пространстве, то есть в СМИ и в интернете. Клевета это заведомое распространение заведомо ложных сведений о гражданине, то есть обвинение его в совершении какого-то преступления, честном поступке, аморальном поступке, нарушении закона. Здесь важно знать, что обязательный признак заведомости, то есть лицо должно заведомо осознавать, что, например, такой-то человек не совершал такого-то деяния, да, но при этом обвиняет его. Не может относиться к клевете, естественно, если какое-то высказывание выражено в форме оценочного суждения, то есть субъективного мнения. Ну, например, плохой человек, непорядочный человек, некомпетентный чиновник, например, или там вот этот чиновник развалил систему образования там, да, в субъекте, то вот эти высказывания являются оценочными осуждениями и не подлежат судебной защите, невозможно их признать клеветой. Другое дело, что если конкретно утверждается о том, что человек совершил такое-то преступление, ну, кстати, особо отягчающим признаком является, если лицо обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности, а также если лицо, если утверждается о том, что лицо страдает психическим заболеванием. Поэтому очень осторожно с этими высказываниями. Опять же, есть правильные лексические приемы, фразеологизмы, образы сравнения, с которым можно прибегать, если, в общем, донести до общественности нужную характеристику человека. Избегать утверждения о факте и избегать неприличных слов. Продолжение следует...